Ольга Александровна, скажите, пожалуйста, а зачем современному человеку знание законов космоса? Наверное, потому, что сегодня техника перешла к грань фантастики, а сознание человека осталось в среднемеконе. Поэтому человеку надо подтягивать свое сознание до вершинской техники, которую он изобрел на сегодняшний день. Мы должны знать законы космоса хотя бы даже потому, что мы знаем, что космос – это не купол небесный, которому прибил Боженька звездочки, а это необъятное пространство, которое имеет свои законы. И эти законы отражаются в нас, и, собственно, все построено единым законом. Этот закон построил космос, и нас, и частицы Вселенной, и мы должны, конечно, знать мир, уродивший нас, который в нас находится. И эти знания, прежде всего, характеризуют человека и его эволюционный уровень. Чем выше эволюционный уровень, тем больше знания и больше веры. Чем ниже эволюционный уровень, тем меньше знания и больше веры. Вера – это, прежде всего, удел низкой эволюции сознания. Когда человек, ну, он знает, ну, когда-то человек верил, что гроза – это потому, что перун там молнии мечет, или Девс – громовержец, но христиане – Илью, который бочку там катает, тоже грак хочет. А ведь, когда люди подошли к изучению, они поняли, что такое гроза, что это электричество в космосе, это разряды электрические, то есть электричество в небе, в воздухе, в пространстве, электрические разряды. Поэтому человек должен познавать обязательно природу свою, а природа человека создана, прежде всего, именно Вселенной. И человек должен знать, какая, в какой Вселенной он живет. Я так думаю, что, именно, чем больше эволюционный человек, тем больше у него стремление познать тот мир, частью которого он является. Можно сказать, познай себя, и ты познаешь мир. Да, потому что в человеке действуют те же самые закономерности, того же самого закона, который построил Вселенную, космос, и мы являемся частицей Вселенной. Как сказал державерный Гаврил Роман, частица целой и обселенной, поставленной нецемью почти на середине естества этого, где кончил тварик и телеков и местных, и цепь существ связала всех мной. Человек является промежуточным существом между миром физического плана и между планом энергетическим. И он действительно соединяет с собой землю и небо. Человек отличается от животного тем, что он имеет разум. А свойство разума – это, в первую очередь, познание. Ни одно животное не стремится познавать этот мир, а человек всегда стремится его познать и познает, насколько может. И поэтому знание космических законов необходимо для эволюции самого человека. Благодарю.